Продолжение следует... 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 возможность захода да 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 я повторяю стразборский судами и ты о котором мы много знаем был создан в частности тоже как реакция на нацистскую германию чтобы не повторилось это в какой-либо стране то спит момент регулирования так казалось создателем это стразборского суда имел как раз того чтобы именно в законодательную систему власти я подчеркиваю законодательную там это так стоял вопрос не пришли такая какая-то разновидность нацистов по крайней мере такая задача ставилась перед декларации вот этого стразборского суда по этой причине россия рискует случае своего поражения и в случае если не будет мирного договора будет какая какая-то капитуляция под грузом военных проблем ли под санкциями ли под какие-то мы какими-то обстоятельствами при этом неопредолимой силы под какой-то кого-то гроздию заключенных соглашений со странами таскать и воюющие такие как украина и не воюющие так концерном таким как нато вот в результате может быть сложится ситуация в которой будет создана конференция стран которые будут ощущать себя победителями во всей этой истории и они продиктуют определенные требования и привык какие-то решения я бы хотел остановиться на этих решениях самым общим планом таскать не подробно не входя потому что на зритель подготовленный таскать он прекрасно понимает ситуацию так первое решение которое может быть принято что россия может быть изменен статус совете безопасности он потому что в силу того что этот совет безопасности постоянные члены союза безопасности такие как россия обладают право вето то случае возникает проблема с одной из стран цель и безопасность не обязательно с россией но если есть право вето в этой страны она имеет право завитировать этот вопрос и совет безопасности выключается из позитивного процесса что скорее всего по этому печальному опыту может послужить прецедентом и или россия может быть лишена права вето или право называться постоянным членом союза безопасности или будут изменены правила игры по которым будут приниматься решены разные варианты возможны потому что россия при всем при этом даже если она потерпит поражение она останется значимой величиной и напрямую напрямую какие-то оголтелые решения приниматься не будут то что этот вопрос будет обсуждаться достаточно бесспорно это тоже связано с правовым составляющим далее идет ядерный статус россии дело в том что весьма неудачно путин несколько раз упоминал о том что и не только путин но и министр иностранных дел еще ряд активистов упоминали что россия обладает ядерным оружием в контексте этого конфликта и это привело ко мне что некая разновидность ядерного шантажа происходит невозможно разобраться конвекционная конвенциональным оружием на поле боя в случае этого конфликта и начинаются угрозы ядерным оружием а все знают что последствия применения ядерного оружия в случае даже единичного варианта так и повод привести к мировым последствиям в чем мировое сообщество прямо скажем не сильно заинтересованы и по этой причине ядерный статус нашего государства может быть повернут сомнениям за могут быть наложены какие-то ограничения это может быть какие-то запреты это может быть уменьшено количество боеголовок там или еще что-то или изъято вообще целиком то есть размер неприятностей зависит значительной степени от последующих событий которые будут происходить сейчас на европейском центре и я вырос там театре военных действий следующий пункт это ответственность россии в данном случае мы рассматриваем за агрессивную войну она предусмотрена целом ряд уже соглашений и конвенций и это может быть применено в данном данной ситуации и эта ответственность она может выражаться во первых признание как таковой этой ответственности признание страны агрессоров с вытекающими последствиями виде какой-то разновидной репараций то есть погашением расходов страны потерпевшие от этой самой агрессии если это все будет признано то придется выплачивать какие средства ну германия как вы знаем выплачивала до последнего времени эти репарации то есть они оказались не просто морально тяжелыми но и весьма значимыми по по своему размеру и и размер этих репараций и последовательность выплат они как бы будут определяться как раз вот этой конференции и к сожалению даже те средства которые заморожены сейчас российской федерации из золотовалютного запаса их может оказаться недостаточно даже погасить тот убыток который россия нанесла украине в ходе вооруженной агрессивной кампании поэтому не исключено что это будет очень тяжелый груз который придется выплачивать на протяжении десятков лет далее идет урегулирование территориальных споров россии потому что конечно страны победительницы воспользуются данным случаем так как приводом вот этой агрессии и поражение россии и попробует отрегулировать вопросы не только связанные с украиной но и не вот тут действительно фантазии могут быть самые самые большие это связано может быть с калининградской области это может быть связано с кукурилами это может быть связано с грузинскими конфликтами таким как южноосетинский абхазский приднестровский конфликт молдавии и мало ли чего это я думаю что наименее вероятный пункт из того что здесь говорится но тем не менее опасность такого таких претензий возможно и в любом случае надо быть морально к этому готовы дальнейшем решение которое будут приняты по россии этой самой конференции заложены основания они могут носить характер направлен в будущее к ним относятся в частности проведения выборов в россии под международным контролем для того чтобы по крайней мере вот эти первичные первоначальные выборы состоялись по каким-то общий демократическим принципам и были бы проведены под контролем для того чтобы угроза вновь победа фашистующих организаций не произошло равно как и очевидно что целый ряд организаций могут быть признаны преступными по примеру вот сс в германии после войны значит некие организации типа единой россии вполне могут быть признаны преступными по своей сути и их члены подвергнуты различным видом там иллюстрации проскрипции тареличок чего-то подобного то есть как-то наказаны подвергнуты денацификации и этот вопрос может теоретически состояться дальше следует план экономического развития и снятия санкций уже так или иначе вдоль или поперек через какой-то большой случае вот этого поражения будет признана что раз страна находится под международным контролем то некая разновидность плана маршала по развитию страны эта ситуация должна состояться я думаю что это будет связано с отменой санкции потому что иначе совсем не логичная вещь инвестировать страну и развивать ее и одновременно держать ее под санкциями которые были наложены в период находилась под преступного управления поэтому вероятность синхронизации этих действий она достаточно велика и вполне может произойти весьма значительном размере далее следует я уже упоминал частично трибунал над преступниками и преступными организациями и дальнейшем ревизия законодательства потому что очевидно что выводы организации типа венецианской комиссии типа стразбургского суда типа тех организаций которые заключали европейскую хартию развитие местного самоуправления и какие-то другие рекомендательные вещи они должны быть предложены стране для того чтобы реализовать существующие законодательства в оперативном режиме чтобы можно было подправить нож такое количество понаворочено вещей которые требуют в общем-то достаточно оперативного вмешательства и страна в этом случае будет крайне интересов в этой ревизии законодательства включая конституцию включая конституцию которая должна как раз облегчить прихода вот того самого этапа в котором будет проходить план экономического развития со снятием санкций вот приблизительно тот набор действий который может быть произведен он крайне неприятен для самолюбия граждан россии потому что мы заснули в советском союзе проснулись фашистской россии этот факт на этапе проигрыша войны придется признавать раз это придется признавать то это фактическое наказание это фактическое унижение ничего хорошего в этом нет более того это может откликнуться в дальнейшем большими неприятностями также как это происходило с некоторыми другими странами но опасность такого развития событий крайне велика и к сожалению кремлевское руководство ведет нас в этом направлении для того чтобы все состоялось вот у меня какие соображения по этой части спасибо ну что же самое время ответить и так сказать фантазии спуститься на него реальности но сначала скажу что-то чем грозит украине поражение войне с россией на самом деле по сравнению вот со всей той обширной схемой которую саша описал которая была бы применена об случае поражения россии украине грозит очень мало ну максимум что она может быть сделано это а демилитаризована идентифицирована то есть никаких больше нацистских батальонов там пакельных маршей нацистской идеологии бандеровской так сказать и все прочее вот это все будет упразднено и я не думаю что от этого украина сильно пострадает сама по себе второе это то что в любом случае так сказать та часть территории украины которая окажется под пророссийским или просто под российским управлением она естественно будет развиваться и естественно все что там было разрушено она будет восстановлена просто потому что мы всегда восстанавливали разрушенное хозяйство и такое уже было после второй мировой войны что останется в дальнейшем от украины я не рискую предсказывать но если что-то останется то это должно быть какое-то мирное белое пушистое государство которое уже не какие военные блоки и прочие авантюры не вписывается и в этом смысле я не думаю что это очень сильно будет противоречить желанием и чаяниям украинского народа а если это сказать какая-то его часть захочет поехать европу и там так сказать продолжить свои труды на ниве так сказать чужих стран то в общем то никто и особо и препятствовать это делать не будет так что в этом смысле вот рассматривая вопрос комплексе я считаю что украине в случае военного поражения ничего не угрожает случае военного поражения россии я повторяю что я рассматриваю этот вариант как фэнтези но тем не менее надо здесь внести несколько реалистических нот реалистическое состоит том что поражение это что именно во-первых капитуляция возможно в двух случаях либо территория государства охвачивается оказывается захвачены противником то есть данном случае украиной и плюс сопутствующими страны нато либо же она оказывается оккупированный по факту за прекращением сопротивления ну как это происходило например в японии в любом случае эта страна оказывается под иноземным управлением и дальше уже начинает жить по тем законам которые ей навязывает так сказать иностранная администрация значит согласится ли россия добровольно перейти вот в такое состояние не будет ли она сопротивляться у меня вызывает большое сомнение всяком случае исторический опыт наш свидетельствует об обратном поэтому именно я и рассматриваю этот сценарий как фантазийный потому что оккупация всей россии которая могла бы быть ну хотя бы по линии архангельска астрахань как завещал великий гитлер то в этом случае для этого потребуется действительно серьезные усилия и наверное коллективный запад при определенных условиях будет готов их приложить тем более что как говорится пушечное мясо в лице вот украинских нацистов у него имеется и они в общем-то готовы его применить что является для них безусловно я имею ввиду для запада обнадеживающим признакам что касается вот дальнейшего международного устройства в частности место в совете безопасности он там будет ли одно не будет постоянное непостоянное с правом вето и так далее практика свидетельствует о том что международные организации вот такого всемирного масштаба они рождались именно по итогам предшествующих войн ну например лига нация родилась в результате первой мировой войны именно как механизм некого мирового устройства который должен был бы предотвратить дальнейшие мировые войны я подчеркну на мировые на как механизм такого рода он не сработал именно вследствие очевидных недостатков версальского договора и тотального унижения германии который собственно и проявило дальше появлению гитлера и ситуации второй мировой войны которые очень многие называли в то время кстати вторым раундом первой мировой войны то есть как бы продолжением ее но тем не менее в результате первого второго уже мировой войны лига наций прекратила свое существование был создан на ее базе как бы по ее образу и подобию но с существенными изменениями вот тот механизм который мы сейчас имеем как оон и соответственно в этом механизме держава-победительница обладали вот этим правом вето был организован совет безопасности и дальше он худо ли бедно но справлялась своими функциями во всяком случае до тех пор пока в мире не царе не нарушился баланс сил баланс сил когда с одной стороны был социалистический лагерь и соответственно варшавский договор с другой стороны западный лагерь и нато и как только этот баланс сил нарушился нас в одну сторону начали перекашиваться так сказать эти усилия и соответственно уже вот этот вот механизм юридической балансировки международных обязательств которым была организация объединенных наций он уже стал давать сбори и соответственно сейчас можно сказать что он в этом в этой роли не действует но если вдруг случится такая катастрофа что россия окажется либо оккупированной либо капитулировавший то тогда естественно что на этой базе будет создан какой-то другой механизм он совершенно не обязательно должен называться организации объединенных наций или воспринять ее именно фактически быть дубль 2 в котором будут порядок устанавливать державы победительницы то есть те которые как бы являлись победителями войне и соответственно оккупировали россию в данном случае коль скоро она будет являться ее противником значит то что этот механизм будет строиться именно по образу и подобию он я не уверен скорее всего это был бы в этом гипотетическом случае нечто вроде вот той вот самой семерки которые соединенные штаты создавали как бы в противовес он он-то появился самым первым вот эта семерка раньше чем двадцатка раньше чем еще какие-то объединения вот именно потому что механизм он на тот период когда советский союз обладал значительным большинством в нем с точки зрения стран участник американцев не устраивал именно тогда вот и была создана такая семерка как бы из самых могущественных по американской с американской точки зрения держав которые должны были при идее управлять миром и заместить собой он из этого ничего не вышло но идея была именно в этом поэтому я думаю что вот этот механизм который появится или появился бы в этом случае он скорее был бы похож на семерку потому что вот эти вот количество стран или путов которые так сказать перекупаются там и обладая сейчас уже численности государства он достигла по моему 200 с лишним членов в момент ее создания если я не ошибаюсь это было где-то от пятидесяти до шестидесяти чтобы надо понять да так сказать каков масштаб потому что все те страны которые не являлись независимыми на момент создания оон таких было куча включая британскую империю включая африку которая практически вся была колонизирована и прочее вот оставшиеся составляли где-то там порядка полусотни стран и по мере их освобождения не начинали входить в он вот и тогда и так далее развился в результате такой большой механизм который с одной стороны вроде бы и представительный а с другой стороны для тех кто рулит рычагами является не совсем удобным поэтому я и думаю что эта схема в этом случае вряд ли будет работать относительно репарации всего прочего но репарации накладывается как естественно на проигравшую и капитулировавшую страну и в этом случае для меня не являет никаким сомнением что россия безусловно в этом случае будет ограблено причем ограблено по любому с какой-то международной конференции там аля под сдам ялта без какой-то международной конференции это произойдет однозначно просто по факту то сказать того что она богатая по факту того что логика западного мира стоит том что если ты победил то надо в первую очередь грабить они собственно так всегда и поступали и не специально с россией с той же индией с китаем там в каждый так сказать удобный момент очевидно что для россии этот сценарий таким же образом будет повторен будет ли он носить название репарации во имя украины вполне возможно но то что украина от этого выиграет что-то как государство я имею ввиду или как народ вот я сильно сомневаюсь потому что там есть свои олигархи там есть те кому распилить то сказать можно любые деньги они собственно есть и в россии ну во первых россия больше а во вторых ну там ввиду особенности строения украинского государства они действуют как бы наглее и не прикрытие то есть если тут еще какая-то государственная власть пытается их поставить построить этих олигархов и в общем то их построила надо признать то есть олигархи как обладатели крупных состояний политическим весом на сегодня в россии не обладают что признают собственно и они сами и те же самые фридман и абрамович и там и все прочие каждый раз когда на них накладывают санкции говорят но мы не можем так сказать прийти к путину например и сказать им вот делай так и так потому что я вешу там 15 миллиардов долларов ну то есть от слова совсем а на украине это возможно там есть несколько вполне крупных олигархов которые имеют под собой средства массовой информации партии и так далее собственно один из этих один из этих олигархов поставил зеленского власти надо говорить так сказать напрямую поэтому то что такие такой раздел денег гипотетически если он случится пройдет как бы мимо них и как бы пойдет на народное хозяйство украины которого от этого зацветет и запахнет вот я в этом сильно сомневаюсь скорее всего это будет распилена присвоена и кстати при достаточно толерантной и покровительственной позиции запада потому что он то этот механизм уже знает и что самое главное опробовал на деле вот только что буквально ну как только что последние 30 лет нам те же самые олигархи таскать тырили все что могли в россии тырили и тупиковали их на западе и в один прекрасный момент который настал совсем недавно им сказали все свободны вот от все от всех своих так сказать накоплений просто пошли и в общем то я не сказал и ответить на это дело нет формально это все заборожено это можно потом опадать на это в суд и можно судиться по этому поводу лет пятьдесят но у нас сашей был личный пример он длился всего 10 лет пустяк можно сказать а за серьезные деньги можно и судиться по серьезному в общем короче вы их не увидите никогда поэтому все эти деньги которые будут затупикованы украинскими олигархами те же с той же самой целью собственно их ждет по большому счету та же самая судьба то есть когда все успокоится их никто им никто не станет не не сделает их каким-то супер магнатами так сказать на свободном западе их просто обчистят и выкинут оттуда так что в этом смысле для украины с в конечном итоге никакого профита не окажется профит будет до запада это да потому что в этом случае будет ликвидирован так сказать геополитический противник это то к чему стремились уже на протяжении столетий я во всяком случае помню что такая задача обсуждалась еще бакуниным труды которого я переводила это извините середина девятнадцатого века уже тогда эта задача была актуальной на сегодняшний день то она тем более уже закоснела так сказать и превратилась что-то типа устоев или как сейчас модно говорить скреп вот поэтому я полагаю что вот этот вот весь апокалиптический сценарий он конечно для россии ничего хорошего не судит и тем более в плане ее будущего потому что максимум что она может в результате этого будущего получить это вот в результате всех ревизий конституции сделан естественно по западному образцу кстати российская тоже делалась поэтому образцу нынешний и далее поступало получить некое оккупационное правительство или марионеточное правительство как угодно его называйте которая будет ну на первых порах что-то типа правительства ли сын мана который как известно в корее таким же образом демократически укоренилась вот и дальше так сказать его последующими наследниками для кореи это закончилось достаточно благополучно но эта страна достаточно небольшая вот с россией такого кажется не произойдет потому что ее потребуется лишить естественно ядерного оружия лишить это поставить под международный контроль но это и значит лишить кстати на эту тему общий наш знакомый гаврила попов даже так сказать диссертировал если можно так выразиться достаточно обстоятельно излагал эту теорию я думаю что многим слушателям это не слишком хорошо известно но на самом деле вот попов как научный руководитель а саша знакомый ну вот я думаю что он этими мыслями делился уже в постсоветское время естественно советское время таких идей не развивал так что на самом деле какая-то проработка как бы в этом направлении включая кстати не только лишение ядерного оружия но и скажем интернационализацию ресурсов вот гаврил называл это так это тоже так сказать один из возможных вариантов ограбления россии как бы у вас ресурсы никто не отнимает они у вас земле находятся но они находятся под международным контролем то есть правильным управлением то есть мы знаем а как их извлекать б за сколько их продавать в кому их продавать а вы просто при этом присутствуете ну и работайте с лопатой ну естественно в современном модернизированном виде в этом смысле судьба для россии конечно такого управления раздела она будет отнюдь не демократической отнюдь не цивилизованной и вообще крайне печальной но это только часть вопроса я хочу подчеркнуть потому что есть еще и другая часть это гуманитарная а вот гуманитарная часть состоит как раз том что если россия ну полностью я по полностью я имею ввиду ли не архангельск астрахань потому что я думаю что дальше как бы все-таки не замахнуться да или хотя бы частично в плане своих южных регионов будет оккупирована например той же самой украиной то зная характер тамошних военских формирований то есть откровенно нацистских это можно считать что наша страна переживет нацистское нашествие номер два и там как говорится все будет по-взрослому то есть все эти это сказать мелкие пострелы мирных жителей при возвращении скажем так под украинский контроль бучи это будет просто мелкая ерунда дальше надо готовиться к новым хатынем и прочим так то такого же рода действиям потому что они вполне характерны для нацистского террора и более того те люди которые сейчас существуют реально на украине которые этим террором занимаются они в общем-то откровенно его прославляют они считают что это правильное направление дела это же ведь не просто так что они там на каких-то роликах расстреливают ноги там допустим военнопленным или там расстреливают их показательно в мешках или пристреливают всех это их образ действия они этим гордятся это их часть их менталитета понимаете и просто выйти на оперативный простор в этом случае для них это явная возможность во-первых этот менталитет приложить а во-вторых такое же явное понимание что их никто останавливать не будет никакие там международные организации какие-то гуманитарные вскрики с запада ах как вы так можете ничего все нормально ну погорячились не более того и при этом тоже надо ведь иметь в виду вот такую деталь я думаю может быть не все наши слушатели ее понимают у меня есть часть сводных родственников которые находятся на украине я уже говорил об этом своих передачах ну и разумеется восточной ее части вот надо понимать что для нас живущих вне украины все что находится внутри это украинцы ну во всяком случае по паспорту для нас этого достаточно в самой украине это не так то есть там есть отчетливая как бы категория западенцы вот они их так называют жители западной украины вот носители того самого так сказать бандеровского скажем так самосознания вот этого щирого языка там и прочее прочее есть восточные регионы вот которые населены по большому счету русскими я говорю почему по большому счету потому что во первых они говорят по-русски ну максимум на так называемом суржике то есть какой-то смеси так сказать небольшой украинской на 95 процентов для меня понятный потому что я там был я так сказать это это слышу вот с точки зрения вот тех вот западенцев которые собственно являются сейчас главной идеологической и движущей силой это русские по факту это действительно так потому что ну например сумская область это отделенная от калужской области таска части перед на украине еще в советское время зачем и почему не спрашивайте потому что никто этого сказать не может но факт что она была передана вот вся та часть которая называется новороссии там включая луган с донбасс дальше вот этот херсонской области дальше вплоть до одессы это тоже точно такая же часть которая населена фактически русским населением украинизирован отчасти паспортами отчасти деятельностью советских деятелей типа кагановича так сказать и тому подобное они украинизированы для нас но там внутри они рассматриваются как фактически русский элемент именно поэтому все то что с ними там происходит плане там допустим тех же самых жертв и так сказать прятание за спинами гражданского населения это для нас то выглядит как-то непонятно но как-то вы за спинами своих прячетесь они для них не свои в этом-то и суть дела и поэтому предполагать что когда вот это вот вся орава если произойдет поражение россии вторгнется реально на российские регионы она будет действовать как-то по-иному но это совершенно большое заблуждение то есть это будет настоящая нацистская оккупация вот так как мы читали об этом в книгах про вторую мировую войну возможно даже в еще более жестоком варианте и поэтому этот фактор не менее важный чем тот о чем мы говорили так сказать чисто формальные точки зрения там разделение властей полномочий администрации там подсдамские конференции или типа них и так далее это будет оккупация по взрослому поэтому эта война для россии является экзистенциальной то есть борьбой за существование и я думаю что россия в этом смысле приложит все усилия для того чтобы она не закончилась вот именно таким апокалиптическим сценарием по которым мы вот в разных словах и с разных точек зрения говорили сегодня саши пожалуйста да саша у меня соображение так как много слов было сказано про ужасы предполагаемой оккупации которые еще не было ни разу но предполагается что это будет ужасно мы этого не знаем пока мы видим обратную сторону нашу оккупацию ничего радостного это украинцам не принес но значит я как раз исхожу из позиции что вот той самой оккупации о которой ты говоришь над россией не будет как раз в силу наличия ядерного оружия в силу размера страны силу нежелание не украинцев и натовцев заниматься этой самой оккупации я думаю что какой-то вариант будет сродни сербскому варианту то есть весьма эффективные удушающие санкции в течение длительного промежутка времени и после которого будет некое подобие государственного переворота уже не связано с купаться именно какие-то с какими-то точными возможно удары это как бы ничего радостного в этом нет то есть сказать что вместо одного будет другое ничего хорошего нет ни в том случае не в том случае я прямо скажу но если мы исходим из реалий то скорее всего как раз оккупационного варианта и не будет и не будет и он не просматривается ни той ни иной и как раз вот ты прав насчет фантазийности оккупационного варианта не будет а вот вариант сербский аналог сербского варианта он просматривается мы и вообще-то похоже на сербов по системе своей поведения потому что произошло мы помним здесь легко проводить аналогии несмотря на размер сербии что она как существенно меньше чем россия но тем не менее там такой вариант состоялся был вариант промежуточный если вы помните в истории который уже не подходит россии по моему по всем показателям это иракский вариант сначала были санкции удушающие серьезные большие а потом была оккупация была оккупация и это показало что это крайне неэффективно я думаю что эта ситуация она как раз является доказательством того что по этому варианту никто не пойдет а сербский вариант он с точки зрения западников таскать пожалуй является каким-то относительно приемлемым еще раз повторяю с моей точки зрения счастья ни в одном ни в другом варианте не существует но тем не менее опасность именно такого варианта применения есть не что хочу сказать готов на вопросы отвечать да я все-таки несколько слов добавлю про оккупацию ну дело в том что определенные территориальные претензии россии предъявлялись ну я беру даже не курил и это это уже как бы само собой речь идет о территориальных претензиях например со стороны украины тех же самых нациков которые неоднократно излагались и украинской печати и прессе в общем которые не являются чем каким-то сокровенной тайны речь идет о регионах кубани там некоторых южных регионах россии вплоть до воронежа в общем то что они считают так сказать настоящей украины и в этом случае опять же базируясь например на преседент косово да где была часть территории от ята у сербии просто в силу вот это вот поражение вполне возможно рассчитывать на то что территориальный передел россии он будет включать себя в том числе и оккупацию вот тех самых регионов которые будут должны быть от россии отторгнуты в пользу державы победителя потому что мы говорим все-таки о поражении россии войне они не каком мирном соглашении к этому можно добавить еще другие варианты да это и анклав калининградской области я не знаю германия по моему осторожно так не предъявляет претензий да на нее как-то начать пока нет пока нет но понимаешь саш тут надо понять почему пока нет не только вопрос дележки с россии а потому что этот самая восточная пруссия была определена на самом деле между польшей который досталось больше ее часть кстати сказать собственно калининградской областью и пардон литвой которая владеет сейчас мемелем то есть клайпиды и поэтому если уж ставить вопрос о восточной пруссии то тут надо как бы и так сказать польшу с литвой куда-то отодвинуть сторону ну так по по крупному с другой стороны есть территориальные претензии со стороны польши которые в данном случае не распространяются как бы на территорию россии но вернее как пойдет потому что в лучшем случае так сказать вернее в минимальном случае это территория западной белоруссии то есть беларусь вплоть до минска старая сталинская линия границы она проходила как раз под минском там где-то километров 30 от него в лучшем случае это вся белоруссия поскольку когда-то она была и под польско-литовским владением ну и наконец в оптимальном случае это вообще-то до смоленска доходит ну вот потому что и смоленск когда-то был тоже захвачен поляками то есть тут как повезет но у польши аппетиты большие она в общем готова как бы проглотить все вот наконец есть вопрос финляндии который кстати служу сейчас одним из таких неявно выраженных стимулов ее подключение к нато потому что у финляндии как сейчас представляется датаска для его во всяком политических кругов есть исторический шанс вот россия вроде бы слабо она не может победить украину которую тут вообще до отводили на нее три-четыре дня значит наверное противник слаб значит наверное может быть он скоро и капитулирует как еще непонятно оккупировать оккупировать но у финляндии был проект кстати весьма разумный с финской точки зрения процент проект великой финляндии которому граница между финляндии и россии должна проходить под белого моря через онежское ладожское озеро и дальше там по системе рек ну если по моему без включения ленинграда может быть с включением но это уже детали проблем не в этом тогда финляндия преобращает достаточно крупное государство которое в общем сравнимым по масштабу там со швецией норвегии то есть она уже не какой-то осколок бывший шведской или русской империи кстати финляндии есть тоже вопросы потому что на самом деле когда финляндию прирезали к россии а это было в результате русско-шведских войн то там отхватили кусок швеции во всяком случае кусок со шведским населением сейчас это часть финляндии именно по этой причине в финляндии есть параллельно действует финский шведские языки они не родственные я подчеркиваю финский это у город финская группа а шведский это совершенно особо особая статья в принципе в плане глобального перераздела мира разумно было бы швеции вернуть так сказать вот эту вот шведскую часть финляндии а финляндию щедро наградить так сказать за счет россии вот той самой зоны великой финляндии за который бился еще великим энергии поэтому здесь вот этих вот претензий такого рода и сейчас может быть не очевидно видно а при удобном случае может быть очень и очень много и не поэтому я полагаю что здесь возможно как следствие вот для того чтобы дойти до реализации этих претензий чего-то собственно начал среди прочих факторов надо в общем подойти к военным поражение она реализуется либо в оккупации либо в капитуляции если оккупация невозможно ввиду так сказать размеров территории то значит речь идет о капитуляции а кто может капитуляцию совершить капитуляция может совершить режим который будет поставлен на место существующего то есть вот имплантирован в буквальном смысле в его имплементирован как сейчас можно говорить на то что это значит это значит действительно что совершится где-то военный переворот например но верхушный переворот там я не знаю разные конспирационные идеи тут могут возиться при помощи фсо без помощи фсо там кто-то кого-то удушил пример прибил табакеркой так сказать вспомнить пабло первого и так далее вот но главное что на это место вот откуда ни возьмись набирается например ну вот хороший парень лёха например лёха президент это нормально морда красивая так сказать смотрится хорошо узник совести так что еще да много достоинств вот и он конечно махом подписывает так сказать все чего надо и вот тогда с ним действительно реализуем сценарий капитуляции я не думаю что с действующей властью с ним реализуем но если конечно повезет то надо поставить туда ухс веточку тихановскую и тогда уж так сказать точно все все срастется но я подчеркиваю мы сегодня наша передача проходит в жанре фэнтези нет вариант тихановского маловероятно на не гражданин россии гражданин россии я вполне могу быть саша я имею ввиду типа типа светочки это неважно чтобы она была персонально она просто знаешь веду как бы своей вот ту политические роли она практически стала фигурой нарицательной честь и хвала за это в общем-то и домохозяйки вырасти вот такую фигуру которую можно называть в различных политических обстоятельствах но я повторяю у нас сегодня разговор жаром фэнтези мы с этого начали поэтому прошу вас не воспринимать это серьезно просто как ну некие перспективные мысли относительно того что могло бы быть если вот скажем так ну давайте к вопросам тогда так но здесь наш вот любимый любимый скажем так автор который в жанре тролля пишет во первых не война спецоперация во вторых оставить паникерство товарищи смирнов и товарищ краснов великий товарищ сталин быстро разобрался с паникерами во время великой отечественной спецоперации не разводите панику саша я просто честно зачел я даже не так считают вопрос так я не понял гражданин потомок сталина его действий саш гражданин троллит я самого начала предупреждал поэтому вот я просто зачитываю я призывал бы вот этого гражданина а игре но все-таки воздерживаться от тролли мы хотим как-то отвечать на вопрос слушателей которые у нас не ну я и я то должен это зачитывать ты ты как говорится благородно говоришь со стороны чё-то за хель такую читаешь ну а вот я тебе отвечаю вот я читаю то что является списком вопросов так товарищ вот товарищ смирнов и краснов чем грозит для россии сегодняшние обстрелы в террасполе мгб из гранатомета рш г-2 как это может сказаться на планах 11 фикации демилитаризации еще одна точка геноцида или одной хватит вы знаете что но относительно террасполя это понятно сейчас идет со стороны украины скажем так расширение операций на диверсионных на территорию россии или во всяком случае на ту территорию которую контролирует россия это было вполне объяснимо предвидимо я думаю что они готовят наверняка и какие-то теракты там скажем москве или еще где-то ну хотя бы для того чтобы как бы здесь жизнь медом не казалось поэтому с этой точки зрения но преднестровье она во-первых находится ближе и поэтому там обстреляли это здание ну подорвали еще нефтебазу по моему под брянском в какой-то воинской части вот наверняка будут еще последующие какие-то такого же рода теракты так что это это надо воспринимать просто как вот метод борьбы того противника с которым мы имеем дело я не вижу здесь каких-то поводов для спецопераций во всяком случае это все те же методы борьбы так вот еще вопрос вслед за прошлогодним покушением на товарища озаренко кровавые руки цру и сбу пытались дотянуться до нашего соловьева слава богу уберегли остается надеяться что киселев и скобеева под защитой наших чекистов ну и наш редактор добавляет к этому вопрос что вы думаете по этому поводу и правда ли что на него совершено покушение или кому он нафиг нужен как ты думаешь саш тоже от фальсификация достаточно очевидно это уже нашло подтверждение дело в том что в подарочная книга одного участника якобы этой группы другому было написано дарю тебе книжку так дальше подпись неразборчиво и далее то есть когда ему дали бумажку чекист который подделал вот эту дарственную надпись он не разобрался и вместо неразборчивой подписи написал подпись неразборчиво это как в том анекдоте про василия ивановича который участвует в художественной самодеятельности зачитывал текст молчишь пауза ха ха два раза это со стороны со стороны отела произносилась вот здесь этот анекдот он реализовался в надписи которая оказалась на этой книге то есть то что там поддельные результаты они склепаны на живую нитку достаточно очевидно но так ясно что так пропагандистам нужно показать что они герои на них покушаются все логично у меня особых комментариев нет я в принципе согласен с тем что сказал саша фейкать или не фейк мне судить трудно потому что ну я не знаю вот этой истории например с подарочной книгой но это и не важно принципиально я не думаю что такие покушения они что-то серьезно способны изменить в системе пропаганды единственное что меня удивляет в этой истории это то что вот мне кажется наши внутренние слушатели до внутри россии они гораздо меньше уделяют внимание этим персонажам чем мы так сказать те которые находятся вовне у меня иногда складывается впечатление вот по напалу критики так сказать в сторону там соловьева киселева симонян что они в основном основная их аудитория находится за границей вот она слушает их передачи я уже не знаю как она их там вылавливает при так сказать канале рт но в частности та же самая украина там и прочее ну не знаю может может быть поэтому так сказать они как-то особо досадили это вообще довольно странно любопытно они на мой взгляд такой популярностью внутри страны не пользуются как вовне и так это любопытный просто факт так сегодня произошли взрывы цистерн с топливом уже и в белгороде не долеговато ли под 100 километров стали забираться на нашу территорию украинские диверсанты как же там утаётся действовать что-то тревожно но знаете во первых сто километров как говорится до бешеные собаки сто километров не крюк но если серьезно то понимаете забрасывать или засылать скажем украинских диверсантов на нашу территорию гораздо проще чем например присылать какого диверсанта негра из соединенных штатов по очевидным причинам во первых они все владеют русским языком во вторых у них точно такие же русские рожи как у всех то есть в этом смысле маскировка идеальная ну и кроме того вот по сегодняшним данным на территорию россии уже прибыло таскать где-то порядка миллиона украинцев так говорят во всяком случае как следствие среди этого миллиона затеряться там двум трем таскать 45 20 персонажем которые в реальности там потом куда-то разойдутся и таскать про совершат какой-то теракт тем более если у них есть связи и тем более если на протяжении восьми лет в стране фактически свободно циркулирует оружие любое но понятно что она проникала и проникает соседние регионы хотя бы по криминальным связям так что для этого есть возможности и я думаю что здесь ничего удивительного нет просто надо контрразведки работать лучше это ожидаемый эффект в общем такого рода операции я на меня это не удивляет во всяком случае тревожно да наверное война есть война но удивление это не вызывает так вот саша может быть ты знаешь в госдуме придумали новый закон о контроле за деятельностью лиц находящихся под иностранным влиянием теперь те кто находится под таким влиянием могут стать иноагентами без получения денег ваше мнение что ты думаешь ну это внесудебная расправа вкусовщины потому что понятие иностранное влияние ничем не определено не является действием с точки зрения уголовного законодательства является абсолютно недоказуемой и неопровергаемой вещью ткнул пальцем и сказал он находится под иностранным влиянием поди ты докажи что ты не находишься под иностранным влиянием а последствия последствия признания иностранным агентом с такой установкой они определенным образом накручиваются отчетность там какие-то какие-то вещи вплоть до уголовного опана нас получается что ткнул пальцем и человек если то что его обозвали иностранным агентом он может дойти до реального срока что вообще-то неприятно лишний раз там отчитываться тем более поэтому я слышу закону является абсолютно репрессивным специально для того чтобы репрессировать инакомыслящим я так сказать информация сам закон не читал даже не проект закона да я по диагонали только суть комментарий к нему насколько я понял вот под этими лицами под иностранным влиянием подразумевается те кто работает в организациях которые считаются иностранными агентами на уровне там служащих я не знаю там ну в общем короче говоря лиц которые работают в этих организациях их иностранными агентами назвать нельзя потому что они собственно никакими бенефициарами там так сказать прямых иностранных вливаний не являются но поскольку они обслуживают вот это вот иностранного агента на уровне там работодателя так сказать отношений служащего вот они как бы выделяются в эту категорию лиц под иностранным влиянием причем из того что я читал как комментарии следует что это не то же самое что лица которые являются иноагентами то есть во всяком случае те же ограничения на них распространяться не должны но все это такое какое-то мутное пока марио да чтобы комментировать детально я думаю что надо посмотреть как до чего это все дойдет до какого закона и ну разумеется в итоге на правоприменительную практику но основное направление его безусловно саша определил верно в общем то в конце концов это такой своеобразный юридический троллинг лиц которые находятся в нежелательных организациях скажем так то есть вы хотя там и находитесь и вроде бы не являетесь иностранными агентами но вы вот находитесь под иностранным влиянием вот сами гадайте чего там из этого может получиться в одном из комментариев я слышал что дошло дело до членов семьи иностранного агента это пресловутый чир член семьи из измерника родины был вот здесь член семьи семьи иностранного агента то есть боюсь что произвольных трактований будет очень много ну не знаю вот как говорится в своей информации по этому поводу мы поделились своим мнением так посол антонов посол антонов россия передала шанату с требованием прекратить поставки вооружение киеву ждать ли ответа сша с требованием прекратить военную спецоперацию вы знаете на мой взгляд вот дипломатия в чем она как бы ее не то чтобы отрицательная сторона ритуальность ее действия выразился так состоит в том что надо передавать какие-то ноты протесты так сказать совершать какие-то вот действия демонстративные типа выслать дипломатов там еще чего-то вот обмениваться так торжественно плевками и пощечными хотя понимаешь что никакого реального действия это не окажет так сказать на противоположную сторону это просто ритуально требуется сделать потому что если ты этого не сделал то окажется что да мы поставляли там допустим оружие не протестовали вам типа это было все равно вот это примерно то же самое значение имеет разумеется соединенные штаты выступают с требованием прекратить военную спецоперацию с таким же самым так сказать результатом и эффектом но это вот дипломатическая игра не более того да пожалуйста одна страна может поставлять другой стране оружие это разрешено законами международными но сложности возникают когда страна воюет а так как с ней никто не воюет там всего лишь как это спецоперация делается поэтому вроде как и можно поставлять на украину что американцы делают поэтому чисто формально ничего не нарушает ну если идти еще дальше да то соединенные штаты чисто формально они сами ничего и не поставляют они поставляют в третью страну которая после этого своим вот оружием делится они принимают что-то напрямую поставили типу голубец я слышал да ну это это опять напрямую понимаешь это поставляется в нато и дальше из нато так сказать из какой-то страны поставляют сюда они принимают решение о выделении оружия при этом понимаешь там на там еще тоже такая замена как бы идет вот допустим чехия поставила в на украину танки из того резерва который она была но поставил в обмен на то что ей поставят так сказать там западные по моему бронетранспортеры и какие-то гаубицы то есть вот как бы она отдала взамен ты чего ей так сказать далее но все это учлось в штатах в частности в расходах на спецоперацию на так сказать украине и как бы прошло по этой статье там мы уже с тобой затрагивали по моему в прошлой передаче этот вопрос передача тем самым тех же самых гаубиц это не очень результативно на самом деле потому что к ним надо поставлять боеприпасы ну джевелины понятно это так сказать оружие разового такого использования но уже даже на уровне стрелковки возникает проблема с патронами калибрами там и тому подобное понимаешь потому что калибра то разные и в этой связи гораздо проще поставлять странам на то скажем свое оружие которое все равно будет под свои же стандарты чем мириться с существованием советского оружия которое водное но которое под советские стандарты и так далее то есть там такая витиева тая схема замещение если угодно во всяком случае действующих так сказать скажем так американских гаубиц на украине еще пока никто не видел я вот так вы сказали что в кремле есть пятая колонна либералов тогда как с ней все равно было принято решение военной операции если это пятая колонна они же могли препятствовать такому решение вы знаете очень часто кремле и этом старая традиция уже на решение принимается очень узком кругом лиц я вспоминаю как вам после афганистана и уже в период таска перестройки и гласности искали кто же принял решение военной операции в общем в итоге свелись и свелось к тому что это чуть ли не трио там брежнев пустинов и не знаю кто еще андропов но что они втроем это решение приняли так сказать а до всех остальных просто довели уже когда она по факту началась я думаю что здесь была похожая схема я вам рассказывал несколько передач назад что до начала вот этой военной операции был такой отъезд путина шойгу куда-то как бы на охоту в тайгу где уже точно нет никаких прослужений слушающих устройств просто по причине дикости местности и где понятно они как бы ходили там по лесам и что-то между собой перетирали явно не для того чтобы грибы пособирать они поехали вот я думаю что это решение было принято примерно таким образом именно по тем соображениям чтобы не давать так сказать утекать скажем так информации рассчитывали что эффект внезапности будет значительным фактором в этой военной операции а оказалось что он не сработал во всяком случае так как они на это рассчитывают вот я думаю что скорее всего так вот еще как вы прокомментируете недавнее высказывание милова о том что когда он его команда вернуться в россии и будут власти то они жестоко накажет и посадят всех кто был за войну вы говорили он не глупый человек неужели он не понимает что с таким высказыванием в россии нулевая поддержка или он говорит потому что он точно ну тут дальше уже не не пропечаталась что ты думаешь по этому поводу ну он высказывается в оппозицию в полемическом задоре так сказать высказывает ее на мой взгляд излишне прямолинейное и сурово но это политическая дискуссия поэтому она живет с жанром так и свои другое дело что у меня большое сомнение что милов будет человеком который будет принимать решение будущее россии вот хочу сказать что мы с сашей тут много спорим как вы заметили до во время нашей передачи вот почему сейчас сказал я просто на сто процентов подписываюсь и даже ничего не хочу добавлять сверху так индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла как это переживет рф неповторим ли мы арабскую революцию как в свое время путин запретил экспорт пшеницы с вытекшей из этого арабской революции слушайте вот запрет экспорта пшеницы как причин для арабской революции для меня это какая-то новелла что касается самого пальмового масла то по нему много критики это скатив за про и контра я лично вот лично персонально я я не считаю его каким-то опасным продуктом его используют в мире в массе стран едят никто массово не дохнет и в общем наверное менее качестве чем сливочное масло и подсолнечные тут специалисты могут спорить но какой-то вот драматической нотки в том что там из масла из пальмового масла чего-то делается от этого тут мы все по умираем или на отдыхать я например не вижу ну раз и данный запретил наверное потому что если она действительно запретила это тоже вопрос наверное потому что или им не хватает или так сказать это какая-то какая-то лаверды так сказать в ответ на ограничение поставки там пшеницы и прочего не знаю что думаешь саш или следующем вопрос мне лично пальмовое масло естественно не нравится по вкусу другое дело что запрещать его поставку таскать дело достаточно неправильно и потому что он употребляется насколько я знаю и в медицине и в косметике это пальмовое масло поэтому это я против любых таких ограничений такого свойства другое дело что в силу его дешевизны его начинают использовать здесь у нас недобросовестные изготовители сыра в частности от чего портится качественного самого сыра вот это меня раздражает дальше некуда еще когда я знаю что его что она здесь находится его не есть это когда попадаюсь на это дело но тут у меня неприятные слова я начинаю солидаризоваться с ненавистную мне индонезийцы так ну вот еще вопрос на ваш взгляд что случилось сегодня ночью под брянском была атака на нефтебазу если они уже и до брянска могут дотянуть то потом так и до москвы не дай бог дотянут еще мое предположение дотянут я в данном случае не пессимист и не оптимист я просто думаю что это является их целью вот и под брянском это был теракт это безусловно на этой нефтебазе и будут стараться естественно провести теракты в москве я думаю что это был бы их цель скажем так да пожалуйста это война в ней гибнут люди гибнут те люди которых очевидно украинская страна жалеет и хочет сохранить им жизни если она еще принимает решение о том что надо же в базу с каким-то количеством топлива это их решение принимается военным военным способом она к сожалению таскать прямо скажем бьет по нам и не зачастую по мирным людям и это ужасно вот но у них свой мотив мы к ним пришли с оружием мы их убиваем они отвечают нам так как ну это еще раз просто говорит о том что война носит принципиальный характер тут на полпути уже не остановишься и вот к этому тему кстати вопрос почему вы рассматриваете только крайний сценарий капитуляции одной из сторон что думаешь я вот 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 как раз и исходя из этого вопроса потому что конечно было бы неплохо договориться в частности вот я обсуждал этот вопрос и пить и помните в эфире разговор шел по конференции по крыму вот если была бы договоренность какая-то то вполне можно было бы обойти без боевых действий насколько хватит разума у политиков с обоих сторон для того чтобы применить договорные механизмы они оккупационные какие-то такие удушающие ну конечно до договор всегда лучше чем чем давление давление на психику но для этого надо обладать определенным искусством и гибкостью и умением и пониманием общих интересов то есть если два политика договариваются с пользой для общества то это на самом деле хорошо политик же не торгует своими интересами он он к сожалению зачастую торгует общими интересами вот это плохо а если договорились и всему что хорошо но молодцы ну вы знаете я считаю что пока возможно рассматривать только крайние варианты потому что промежуточные как бы в интересах обоих сторон они не очень часто вырисовываются в первую очередь потому что одна из сторон мы просто откровенно не самостоятельно это объективная реальность и с этим надо просто считаться это даже не оскорбление это просто понимание вопроса что так сказать в силу уже давних сложившихся связи украинское правительство носит марионеточный характер и поэтому у американского так сказать как бы хозяина у него совершенно другие мотивы и это напрямую относится к самому характеру вот этих этих военных действий понимаете вы мы можем рассматривать эту войну я например рассматриваю эту войну как войну национальную да между украинцами с национальной точки зрения русскими но с американской точки зрения эта война носит гражданский характер гражданский в первую очередь потому что для них мы это все одна россия потому что мы говорим по-русски мы выглядим по-русски у нас менталитет схожий короче это мы и поэтому развязав войну внутри страны гражданскую войну это очень выгодно для внешнего так сказать управляющего внешнего противника который хочет ослабить эту страну которую он рассматривает все равно как одно целое и вот с этой точки зрения ему какие-то мирные так сказать варианты там не крайне скажем так они совершенно невыгодны потому что если в ходе этих вариантов аннигилируется допустим украина то строго говоря он ничего не теряет но ее как не было так и нет если аннигилируется россия так что это повезет ну так тогда вот грех не поставить на так сказать и на эту карту поэтому здесь очень сложно найти сейчас переговорную базу на мой взгляд пожалуйста саша мы лимит времени и ушли в тот момент когда ты высказываешь концептуальные точки зрения с которым я принципиально не согласен я считаю что у нас идет гражданская война между фашистами со стороны кремля и его союзников и демократами которые находятся на украине и у власти и в народе и той части населения которое существует в россии находясь в оппозиции нас поддерживают в этом целиком мир как таковой большей своей частью вот моя оценка этой ситуации поэтому я расцениваю то сказать вот этот конфликт с этой страны и здесь разговор о марионеточном правительстве его можно говорить кто марионеточный кто не марионеточный значит мишустин да есть такой джентльмен самостоятельная фигура которая проводит какую-то политику возникают вопросы кто-то куда меряем марионеточный по крайней мере такая тот джентльмен который фамилии его зеленский у меня складываются впечатления он как-то отражает точку зрения того народа который он представляет и считать его пв в этой в этой части марионеткой на мой взгляд достаточно сложно я прошу прощения что я за пределами лимита вынужден отвечать на это дело не я это спровоцирую хорошо саш я поэтому предлагаю давай поскольку действительно вопрос концептуальным и в следующий раз рассмотрим вопрос национально это война в рамках в рамках в котором мы выделяем фашистская или дефашистская я так понимаю что тебя сейчас время прожимает да потому что уже 10 10 минут вы перебрали хорошо тогда вы знаете давайте мы на этом месте остановимся вот все следующие вопросы которые нам были заданы мы их обязательно ответим на следующей передаче но вот на следующий раз рассмотрим вот этот вот действительно концептуальный вопрос национальная или гражданская война и кто кто фашист и по какой причине я думаю что у нас здесь есть во первых столкновение точек зрения но нашим слушателям будет в итоге возможности чего выбрать позицию которую они разделяют спасибо вам большое за участие в нашей передаче спасибо за вопросы извините что мы не смогли уложиться во время и до следующей встречи на канале револьвера тв и на передаче на самом деле все хорошего до свидания до свидания все хорошо